Добрый день, уважаемые коллеги! Рада всех приветствовать! Всем здоровья, как всегда, финансового благополучия! И просигнальте, пожалуйста, огоньками, если хорошо видно, слышно, чтобы мы начали вебинар. Тут Татьяна Викторовна, да, всё увижу. Спасибо! Итак, у нас сегодня тема, спасибо огромное, прям огонь! И настроение, я думаю, тоже, да, такое вот, прям все просигналились. Спасибо огромное! Итак, у нас сегодня тема достаточно специфическая, и, ну, на мой взгляд, и на взгляд методистов и Министерства просвещения достаточно сложная тема. Это функциональная финансовая грамотность. Спасибо огромное, что плюсики поставили. Ну, если что, сигнальте, хорошо, если вдруг там со звуком что-то будет, вроде бы настроила. Вебинар. Итак, у нас с вами сегодня... Сейчас, секундочку, что-то у меня тут улетело. Мы начинаем, как всегда... Давайте я нормативные акты пока открою. Для тех, кто присоединился к нашим вебинарам впервые, ну, кратко о том, что у нас уже была серия вебинаров в прошлом учебном году, и в первом полугодии этого учебного года мы провели уже несколько вебинаров, и в январе у нас был тоже вебинар по финансовым компетенциям педагога. И вот именно функциональная грамотность — это продолжение как бы вебинара по финансовым компетенциям педагога. Я буду к этому возвращаться. Кратко о себе. Я думаю, вы здесь немножко уже почитали, что я являюсь консультантом-методистом Центра финансовой грамотности портала «Дружи с финансами» с 2016 года. Также эксперт «Едкранч» — это международный конкурс. И вот с прошлого года эксперт региональной экспертной группы ОСИ по направлению образования кадры. Также у меня опыт преподавания финансовых дисциплин, ну, больше 20 лет в ВУЗе, в школе работала тоже пару лет, и у меня был опыт преподавания именно экономики для школьников, старшеклассников 9, 8, 9 класс. И у меня есть дочь, с которой мы уже окончили детский сад, да, выпустились в прошлом году, и сейчас мы осваиваем начальную школу, то есть мы вот второе полугодие, первый класс. Поэтому финансовая грамотность у меня как бы ещё на личном опыте, то есть с ребёнком мы тоже это всё проходим, изучаем, ну, и приближаемся уже как бы к более серьёзным направлениям, потому что вопросы усложняются, да, то есть не всегда на них легко ответить. Но, тем не менее, мы как бы осваиваем вот направление финансовой грамотности. И я сегодня без доски под лет, но я приглашаю всех вас в наше сообщество «Финансовая грамотность для педагогов». Я потом в конце вебинара сброшу ссылочки. Ну, ссылки в презентации, если вы её скачали, они активны. Это группа ВКонтакте и для тех, кому удобно, аналогичная группа в Фейсбуке. Я приглашаю в наше сообщество. Почему? Потому что там уже достаточно много информации накопилось, интересной и актуальной. И все презентации вебинаров я всегда вывешиваю в группу, если вдруг кто-то не успевает скачать. Так, если нет звука, ну, попробуйте перезагрузить, потому что, ну, остальные сигналили, что звук есть. Итак, чтобы педагогу было ориентироваться, была возможность ориентироваться в нормативных документах, я составила сегодня расширенный список документов, да, то есть так как мы говорим именно о функциональной финансовой грамотности. Поэтому у нас здесь закон об образовании, я думаю, это наша основа вообще образовательной деятельности любой организации образовательной, любого уровня образования. Дальше. У нас есть государственная программа развития образования до... Плохо слышно? Сейчас я звук тогда чуть-чуть увеличу, может быть, будет лучше. Так лучше? Я микрофон подвинула. Итак, у нас с вами есть государственная программа развития образования до 2025 года и есть национальный проект образования, который был принят в 2018 году. Это что касается именно развития, стратегического развития нашего образования. И вот последние в ГОСы, здесь у нас есть, да, дальше я буду на второй страничке говорить о них, есть утвержденные уже проекты федеральных государственных образовательных стандартов, высшего образования и среднего общего и начального образования, где мы тоже будем говорить о финансовой грамотности, и там уже прописано в проектах. Хотя они еще не приняты и обещают принять в этом году. Итак, когда мы говорим о финансовой грамотности, то у нас есть с вами стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, которая была принята в 2017 году и распространяется до 2023 года. Мы с ней знакомились на наших вебинарах. К этой стратегии разработан план мероприятий по реализации стратегии с изменениями. Вот в марте прошлого года именно как раз-таки мероприятия были добавлены по финансовой грамотности именно в образовании. И есть дорожная карта мероприятий по включению финансовой грамотности в программы российских образовательных организаций. И вот проект под номером 7, проект содействия повышения уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования, это проект Минфина, он реализуется с 2011 года на территории Российской Федерации. И уровень финансовой грамотности мы сейчас с вами чуть-чуть с статистикой познакомимся. Уровень финансовой грамотности растет у населения, значит, государство заинтересовано в этом. Давайте еще немножко по нормативке. То есть вы все в курсе, что у нас есть профстандарт-педагог. То есть мы на него ориентируемся, когда разрабатываем образовательные программы. Мы ориентируемся на принятые и действующие федеральные государственные стандарты. Вот в действующих в ГОСах еще не была прописана именно финансовая грамотность, основа финансовой грамотности. Но в проектах в ГОСах она уже есть. Для работников дошкольного образования, то есть для наших воспитателей, Министерство просвещения разработало в 2019 году и утвердило методические рекомендации для педагогических работников по реализации основной образовательной программы именно дошкольного образования в части экономического воспитания дошкольников. И различные примерные образовательные программы по разным уровням направления. И метод рекомендации, вот на что мы еще обращаем внимание. Это у нас есть институты развития образования в каждом регионе. И они разрабатывают ежегодно метод рекомендации для руководящих и педагогических работников. И там, обратите внимание, я дала ссылку на свой регион. И внутри этих метод рекомендаций ежегодно есть также и разделы финансовой грамотности. Ну и, соответственно, в каждой организации разрабатывается основная образовательная программа, программа развития, положение рабочих программах, ну и сами уже рабочие программы, с которыми вы выходите по своим курсам. Это краткий перечень. Я здесь не привожу в этом перечне учебно-методические рекомендации. Если будет такой спрос, ну заходите к нам в группу, я там выложу тогда уже более полную презентацию, дополню учебно-методическими рекомендациями. А сейчас давайте немножко про актуальность вообще финансовой грамотности и именно функциональной финансовой грамотности. Национальный центр финансовой грамотности и аналитический центр НАФИ в прошлом году, это был где-то март-май месяц, провели исследование и разработали паспорт финансовой грамотности россиянина. И краткие выдержки из этого паспорта, что основные проблемы в жизни работающих россиян связаны именно с финансами. То есть финансовые проблемы у россиян самые основные. Когда мы говорим о финансовых проблемах, то россияне, говоря о финансовых проблемах, сейчас я секундочку здесь, какие основные они перечисляли проблемы, это непонимание связи между доходностью и риском. А если человек не понимает связь между доходностью и риском, как вы думаете, чем рискуют эти люди? Ну, я думаю, все знают и знакомятся. Я буду так чуть-чуть в сторону поглядывать, потому что я за чатом немножко слежу. Когда мы говорим о том, что мы не понимаем связь между доходностью и риском, значит, у нас есть невозможность оплатить кредиты. Но может быть, это если мы не понимаем связь между стоимостью кредита, то есть не умеем анализировать стоимость кредита, проценты банкротства. Но здесь больше склоняются к тому, что риск именно стать жертвами финансовых пирамид. То есть смотрите, в чем здесь суть. Если нам обещают финансовые организации, что мы будем получать доход выше, чем доходность, допустим, банковского депозита, ну вот со звуком ничем не могу помочь. Я думаю, что в записи звук всегда потом нормальный. Возможно, здесь уже у каждого перебой именно с интернетом локальным. Итак, рискуют стать жертвами финансовых пирамид. Здесь немножко поясню. Ну, например, банковский депозит у нас сейчас, ну, сколько процентов? У нас ставка рефинансирования. Кто знает, сколько процентов ставка рефинансирования? Ключевая ставка, да? Мы ее называем ключевая ставка банка. 4,25, правильно? То есть смотрите, если у нас 4,25 – это ставка, по которой центральный банк дает кредиты коммерческим банкам. Ну, если так упрощенно говорить об этом. коммерческие банки выдают кредиты населению, юридическим лицам под различные ставки, чем и самая основная деятельность банка, да? То есть кроме того, что они кредитуют, они еще берут деньги на депозиты, да? То есть открывают депозиты физическим и юридическим лицам. Так вот, скажите мне, пожалуйста, если у вас будет выбор положить деньги на депозит от, допустим, там 7%, либо вложить деньги в фондовый рынок с обещанием доходности 20%, где будет выше риск? Первое или второе? То есть банковский депозит? Второе, правильно, фондовый рынок, конечно. И здесь еще молодцы, вы у меня все финансово грамотные, подкованные. То есть вас уже сложно будут заманить финансовые пирамиды. То есть ориентируйтесь, пожалуйста, на банковские депозиты, да? Основные ставки банковских депозитов. Это, ну, как бы такая минимальная доходность на рынке. Если вам обещают сверх этих депозитов не просто там на несколько процентов, а в несколько раз, а иногда и в десятки раз, то сразу же мы говорим о чем? Это связано, чем выше доходность, тем выше риск. Так вот, 34% населения не понимают, да, связь между доходностью и риском. Сложно понимать. 31% владельцев карт сталкивался с попытками мошенничества. И 60% населения не заботятся о своих персональных данных. И очень часто, если вот изучать еще портрет, ну, в среднем, да, финансовой грамотности россиянина, то россияне склонны переоценивать собственную финансовую грамотность. Ну, давайте разбираться, почему они склонны переоценивать финансовую грамотность. По нашей презентации. Ну, и здесь еще заострим внимание, что проблемы, вот те 35% проблем, связанными с финансом, всегда, конечно, откладываются на нашем психологическом состоянии, настроении, ну, и, соответственно, уже дальше подключается и здоровье, да, если у нас все на нервах. Давайте дадим определение финансовой грамотности. Вот в стратегии развития финансовая грамотность трактуется как финансовое образование любого человека, да, то есть гражданина. И она включает в себя именно не просто знания и умения, а поведенческие модели. То есть человек должен уметь себя вести в различных финансовых ситуациях и уметь анализировать финансовую информацию и анализировать альтернативные варианты решений. Для чего? Ну, для того, чтобы достичь своего финансового благосостояния. А если у человека отдельно взятого он достигает финансового благосостояния, ну, то есть минимум хотя бы, чтобы у него были, не было дефицита, да, бюджета, то есть доходы равнялись расходам, а лучше, когда у нас есть еще и накопление, тогда мы можем говорить уже о благосостоянии. А значит, государству нужно меньше средств, чтобы осуществлять социальные программы. И для оценки вообще финансовой грамотности на международном уровне у нас есть разработанная методология Организации экономического развития и сотрудничества. Это международная организация, куда входят несколько, ну, много стран. Индекс финансовой грамотности разработан по трем направлениям. Почему я так опять заостряю на это внимание? Потому что мы сейчас будем говорить именно о функциональной финансовой грамотности. Так вот, индекс финансовой грамотности, он уже нам и говорит о том, что в него включена функциональная грамотность. Посмотрите, знания оцениваются максимально на уровне 7 баллов, а вот навыки уже 9 баллов, да, то есть навыки умения применять эти знания. И установки, то есть в различных жизненных ситуациях применения этих знаний оцениваются максимально в 5 баллов. Итого, шкала индекса максимальная может быть 21 балл. Россия, в принципе, неплохо смотрится, да, на уровне, вот, ну, брать, если здесь я взяла 13 стран, Россия занимает 9 место среди 17 стран, в которых была оценка финансовой грамотности. Но обратите внимание, это по общему баллу. И наибольшее место Россия занимает, посмотрите, по знаниям, да, у России где-то здесь даже 5-е примерно место по финансовым знаниям. А вот именно по навыкам, по навыкам, да, на 6-м даже месте, если вы посмотрите табличку, а по навыкам Россия значительно уступает другим странам. То есть мы много знаем, но много не умеем, да, не умеем использовать эти знания. Вот то, о чем говорит этот индекс компонента. Ну и, соответственно, установки тоже наблюдаются отставания. По финансовым установкам Россия на 11-м месте, а по навыкам на 14-м месте. Ну и, соответственно, Россия, если брать еще дальнейшее исследование, она входит в топ-5 европейских стран по доле населения, которые отслеживают свою финансовую грамотность. И у населения вот появился устойчивый спрос. Ну, судя по вебинарам, да, то есть у нас, у преподавателей все время интерес появляется, и у нас развивается наше сообщество преподавателей. Можете добавляться, присоединяться. Общаемся именно на тему финансовой грамотности, больше с точки зрения именно преподавания в сообществе. Так вот, что такое финансовая грамотность? Для того, чтобы обучать финансовой грамотности, нужен финансово-грамотный педагог, да, который все время повышает свою квалификацию именно с точки зрения финансовой грамотности. Финансовая грамотность, если мы говорим о ее направлениях, то мы разбирали на прошлом вебинаре, я сейчас очень бегло предметные области вам напомню, что в рамке финансовых компетенций у нас основные предметные области это доходы и расходы, финансовое планирование и бюджет, личные сбережения, кредитование, инвестирование, страхование и риски и финансовая безопасность. А также отдельно стоит защита прав потребителей, ну и общее знание экономики и азов финансовой арифметики, ну то есть знание расчетов процентов, дивидендов, сложных процентов, дисконтирования, то есть когда мы говорим в целом о знаниях. Ну и давайте переходить к теме нашего сегодняшнего вебинара, то есть я вам как бы актуальность показала, давайте поговорим о том, что мы понимаем под функциональной грамотностью. Понятие достаточно молодое, если с точки зрения вообще вековых понятий грамотности, то есть если о грамотности мы говорили еще и, не знаю, там в средние века, и наша эра, и до нашей эры, то есть люди пытались обучаться грамотности, многие знания, конечно, утеряны, многие знания восстановлены, но говоря о функциональной грамотности, именно с точки зрения истории этого понятия, то оно появилось на международном уровне где-то в 70-х годах прошлого века, ну так в 70-е, 80-е годы прошлого века, именно с созданием Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры. Помните, как называется эта организация? ЮНЕСКО, да? То есть вот когда мы, когда создалась эта организация, то встал вопрос именно, то есть она занималась многолетними исследованиями, исследованиями именно грамотности, то есть развития грамотности, и стали появляться такие термины, как функционально грамотный человек, то есть человек, который не просто знает, а умеет эти знания использовать в своей жизни, в своей повседневной жизни. Ну и вот исходя из этого, вот взяла распространённое понятие функционально грамотного человека из образовательной системы школы 2100 педагогика здравого смысла Леонтьева. Самое такое распространённое среди наших учёных педагогов. Если брать с точки зрения функциональной грамотности в целом, то я взяла понятие Ковалёвой, это руководитель Центра оценки качества образования, сегодня мы будем говорить об этом институте, это Институт стратегии развития образования, Российская Академия образования. Она даёт понятие функциональной грамотности, способности использовать приобретённые знания, умения, компетенции и выбирать стратегии поведения именно в жизненных ситуациях, не в учебных. Мы сейчас будем говорить о функциональной грамотности, вот это понятие с точки зрения обучения уже, обучения школьников в основном, потому что Институт направлен и разрабатывает задания именно для школьников. Я вам кроме этого института потом ещё дам ссылки, где можно найти сейчас знания по грамотности. Но все вот эти понятия функциональной грамотности всё-таки к нам пришли из международных стандартов, международных исследований, и самая распространённая международная программа по оценке именно образовательных достижений. Я думаю, у вас у всех на слуху, и я думаю, что многие здесь учителя, которые присутствуют из различных регионов, они, возможно, участвовали в 2018 году именно со своими школьниками в оценке образовательных достижений по программе ПИЗа. И именно в этой программе оценивается сформированность функциональной грамотности учащихся 15-летнего возраста. То есть это учащиеся 9 класса у нас. И в целом функциональная грамотность здесь рассматривается как способность использовать знания, умения и опыт для решения жизненных задач в ситуациях, скажем так, личных или различных социально значимых ситуаций для отдельного ученика, для отдельного школьника. И циклы исследований, если брать вообще в целом, международные исследования, вот они с 2000 года. Наша страна присоединилась с 2012 года. В 2012, 2015 и 2018 году были исследования функциональной финансовой грамотности. И кроме этих исследований есть другие международные исследования, тот же ТИМС, я думаю, вы знаете, да? Россия тоже участвует. И в проекте, в национальном проекте образования, который включает в себя множество, много программ различных, региональных программ, муниципальные туда включаются потом, да? Есть цели, то есть обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. И вы видите, внутри первой цели это вхождение России по окончании этого проекта. А он не так до конца 2024 года срок реализации проекта стоит. То есть как бы и указ президента, кроме всего этого есть, еще кроме нацпроекта, о том, чтобы Россия вошла, вы видите, в десятку, в число десяти ведущих стран по образованию. Сейчас Россия пока еще не входит. И по исследованию именно функциональной финансовой грамотности у наших учеников показывается уровень именно знаний в принципе высокий, а вот умение применять эти знания и делать выводы и применять свои знания именно в повседневной жизни достаточно сложно для учеников. Поэтому в Министерстве просвещения был разработан инновационный проект мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности. И этот проект разработан, но не с точки зрения именно контроля, а с точки зрения методической поддержки учителей, педагогов, повышения их квалификации и поддержки с точки зрения именно методической. Руководитель проекта, мы уже говорили, я цитату приводила, это Ковалева Галина Сергеевна, руководитель именно Центра оценки качества образования. И основные направления вот в рамках этого проекта и вообще в рамках функциональной грамотности, в рамках исследования ПИЗа, функциональная грамотность исследуется вот в таком разрезе, как математическая грамотность, читательская грамотность, естественно, научная грамотность. И вы видите, я выделила финансовую грамотность, мы именно о ней сегодня будем говорить. А также рассматриваются глобальные компетенции и креативное мышление. Я вам даю ссылку на презентацию вот как раз-таки этого проекта, презентацию Галины Сергеевны. Я думаю, что вы можете ее скачать, вот пройдя по ссылке на этом слайде. А мы идем с вами дальше. Что же исследует международная программа оценки образовательных ресурсов? Вот ответ на самый главный вопрос. Готовы ли выпускники основной школы, то есть девятого класса, к принятию эффективных решений в разнообразных финансовых ситуациях? Мы сейчас говорим о функциональной финансовой грамотности. Ну а также адаптироваться вообще к жизни. И вот это исследование по 2018 году, оно было представлено Организацией экономического сотрудничества в декабре 2019 года. И вы найдете краткое исследование, краткий отчет этого исследования вот здесь по этой ссылочке на сайте Института развития образования. С каких позиций рассматривается функциональная финансовая грамотность? Она включает в себя, смотрите, знания, да, то есть вот содержание по основным направлениям, то есть это деньги, это планирование финансов, это риски и вознаграждения и финансовая среда, то есть основные организации, государства, налоги и так далее. И для чего вообще эти знания? Выделяется отдельно познавательная деятельность, то есть с точки зрения, с какой точки зрения мы вообще должны учить функциональную финансовую грамотность? Мы должны учить анализировать, выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые проблемы и применять финансовые знания и понимания уже в контексте различных ситуаций, то есть в обучении, в школе, на работе, в доме, в семье, либо, например, личные какие-то траты, отдых, досуг, развлечения, поход, ну и, соответственно, с точки зрения еще общества и гражданина. То есть сейчас, буду по ВГОСам еще говорить, мы с вами рассмотрим новые проекты ВГОСов, что там даже в начальной школе, сейчас озвучу, что в новых проектах говорится об основах финансовой грамотности. Более подробно, еще раз говорю, можете познакомиться по ссылочке, я практически под каждым слайдом. Так вот, смотрите, проект ВГОС основного общего образования. Вот ссылочка, где можно найти текст этого проекта. Он сейчас проходит экспертизу. Мы знаем, что мы работаем еще по старым ВГОСам, но новые проекты уже есть, и их нужно почитать и посмотреть, к чему готовиться. Итак, посмотрите, пожалуйста, что функциональная финансовая грамотность уже, в принципе, в них прописана. Нет слова функциональная, но есть, смотрите, приобретение, опыта, использование полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической деятельности, в повседневной жизни, ну и так далее. Дальше почитайте сами. Это общее образование. Так, начальное образование я вам не скинула, но сейчас кратко у нас по начальному образованию. ВГОС ссылочку вам сейчас в чат сброшу. Проект ВГОСа по начальному образованию. Давайте, пока я не забыла, я вам ее сюда отправлю, потому что в презентации ее нет. И если вы откроете, то там будут предметные требования именно к окружающему миру. И по окончанию третьего года изучения учебного предмета окружающий мир мы должны отражать сформированность умений, не знаний, а умений, различать расходы и доходы бюджета семьи, необходимые и желательные траты, соблюдать правила безопасности при совершении покупок, а также различать расходы и доходы бюджета государства. То есть достаточно сложные уже прописанные умения, которые дети начальной школы, то есть по окончанию третьего года, то есть по окончанию третьего класса. Таким образом, вот этот проект, инновационный проект, о чем мы вообще говорим, об инновационном проекте мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности, направлен вообще на методическую поддержку, на разработку заданий по функциональной финансовой грамотности, чтобы помочь учителям обучать школьников. Сейчас я говорю не о воспитателях, а именно о школе, начальной и средней школе. С воспитателями мы тоже сегодня поговорим немножко о функциональной грамотности, но у воспитателей нет в обязательном порядке, прописанной в таком прям виде, в стандарте. Пока старый стандарт нового проекта я не нашла. Нового проекта для дошкольного образования. Так вот, этот инновационный проект по мониторингу у нас направлен на то, чтобы поддержать учителей и помочь им повысить формирование функциональной финансовой грамотности и разработать систему заданий для учащихся 5-9 классов. И сейчас мы с вами давайте перейдем по ссылкам. Эти задания уже разработаны, то есть эта часть проекта уже реализована и уже прошли даже апробацию эти задания. Вот в прошлом году, в позапрошлом и в прошлом году проходила апробация этих заданий. И если брать определение ПИЗа, то есть мы должны что под финансовой грамотностью понимать? Знания, понимание, навыки, мотивацию, уверенность и принятие эффективных решений в различных ситуациях. То есть изучать модели поведения, альтернативные модели поведения. Так вот, для разработки заданий, для оценки функциональной грамотности нужно обратить внимание на особенности разработки задания. Это задание должно быть кратким, простым, понятным. Это должна быть какая-то повседневная ситуация, с которой могут сталкиваться семья, либо друзья, либо одноклассники, мы говорим сейчас о школьниках. Ну и должен быть предусмотрен выбор альтернативных вариантов решений. Все эти задания разработаны, они присутствуют на сайте, вот внизу видна ссылка, эта ссылка активная, просто она не горит голубеньким. На сайте Института стратегии развития образования в разделе, обратите внимание, банк заданий. Их все можно скачать, эти задания. Кроме заданий, здесь есть характеристики заданий, и система оценивания проработанная, и есть методические комментарии к заданиям. То есть достаточно подробно с 5 по 9 класс. Причем вы можете познакомиться не только с функциональной финансовой грамотностью, но и с остальными компонентами функциональной грамотности. По каждому компоненту задания уже разработаны и апробированы. И этот же Институт стратегии развития образования, он занимается повышением квалификации педагогов именно по функциональной грамотности. И давайте кратко, просто пример по времени. Ну, я думаю, что мы укладываемся, как раз рассмотрим. И потом мы с вами рассмотрим примеры для воспитателей, на что обратить внимание. Итак, смотрите. Я взяла самое такое простое задание. Все задания разработаны, кроме того, что по классам. В каждом классе еще по темам, а мы говорили, озвучивали темы вот на той табличке. То есть это деньги, это планирование, это, вот если вернемся сейчас, чтобы вы ориентировались, еще раз вас верну. Вот они, деньги, планирование и управление финансами, риски и вознаграждения, финансовая среда. Вот оно, содержание тематики этих заданий. И это содержание разбито по классам, то есть в соответствии с возрастом школьников, разбиты эти задания по уровням сложности. Ну, давайте возьмем просто обычный пример. Смотрите. Школьница пятого класса, Маруся, смотрит различные видеоуроки по финансовой грамотности и узнает, что есть такое понятие безналичных платежей, как чек, что можно с помощью чека. А мы с вами очень часто с чеками в России, конечно, они не настолько распространены, но если вы смотрите зарубежные фильмы, да, и дети смотрят, то они видят, что взрослые выписывают чек. В литературе, да, особенно в русской литературе очень часто герои расплачивались чеками, помните? А потом этот чек нужно было обналичивать в банке. Ну, вот Маруся познакомилась с таким понятием, что вместо пластиковой карты она может получить в банке чековую книжку и выписывать чеки. И вот задание, посмотрите, очень простым языком. В задании сказано, что она пытается рассказать об этом своему однокласснику, а он не понимает, о каких чеках идет речь. Он пытается доказать, что чеки бывают только кассовые, да, то есть только те, которые выдают кассиры. И вот нужно выбрать один из вариантов ответа. Причем вот здесь вы скачиваете в бумажном виде, да, ну, то есть в электронном виде, а вообще тестирование вот школьников идет через компьютер. То есть все эти задания выдаются в компьютере, когда идет именно исследование функциональной финансовой грамотности. И нужно выбрать один из вариантов ответов. Вот какой вариант вы выбираете? Четвертый банковский чек может выписывать каждый покупатель. Кто еще какой вариант выбирает? Можете в чате прям писать. Разрешаю. Выберите один вариант ответа. Какой здесь будет правильный? Так, кто-то пишет четвертый, кто-то пишет третий. Ну, кто еще активнее, активнее чуть-чуть? А то я вас заговорила, а теперь немножко подумайте. Так, ну все, вижу, вижу, молодцы. Третий, да? То есть, чтобы объяснить Егору, что такое банковский чек, мы говорим, что это способ безналичной оплаты покупок. А вот где мы вообще с вами найдем о безналичных платежах? Я там в самом начале приводила вам ссылку на свой образовательный, ну, чуть-чуть заброшенный канал, но я как бы работая в этом направлении, там несколько статей разместила. Так вот, одна из статей – это безналичные расчеты, что банковские чеки относятся к безналичным расчетам. И у нас есть закон о национальной платежной системе, есть гражданский кодекс, да, где мы можем это все найти. Но в обычной жизни, да, можно просто в образовательных каких-то видео посмотреть, не обязательно нам поднимать законы, можем использовать уже готовые методические разработки. И которые уже ссылаются на эти законы, да, подготовленные экспертом. Да, вы абсолютно правы. Это у нас третий ответ. Посмотрите, я скачала второй вариант, да, вот делала скрин. То есть есть второй там документ – характеристика системы оценивания, где есть коды ответов и есть ответы. То есть эта система оценивания, она заложена именно в компьютерную программу. Поэтому вот в таком формате. То есть у нас третий ответ будет правильным. Идем дальше. То есть смотрите, по одной ситуации, по одной ситуации рекомендуется разрабатывать несколько заданий. Вот здесь по одной ситуации, вот с этим понятием по деньгам, да, наличные и безналичные, у нас есть разные задания. Егор пытается уточнять и говорить, что больше доверяет наличным деньгам. Ну, то есть он ощущает эти деньги, он их видит, он их может посчитать. А на банковской карте он деньги не видит, да. И вот здесь предлагается выбрать плюсы-минусы, то есть преимущества и недостатки оплаты покупок именно банковской картой. То есть вы видите, что мы пытаемся обучать реальным ситуациям. Ну и давайте здесь с вами разберем. Карта можно оплачивать везде, в любое время суток. Это преимущество или недостаток? Преимущество, да. Карта не всегда принимается в маленьких магазинах и киосках, к сожалению, да, то есть мы не всегда можем расплатиться банковской картой, то есть это недостаток. И в случае потери карты можно позвонить и заблокировать. То есть в случае потери карты у нас деньги на карте останутся, да. Мы можем заблокировать карту. А если мы потеряли кошелек, ну, то есть как бы здесь это будет преимуществом. Ну и соответственно ответы, да. Вот вы ответили правильно, молодцы. Идем дальше. Еще одна ситуация. То есть когда Маруся собралась в магазин за лентами и цветной бумагой, которыми класс решил украсить актовый зал, да, то есть мы уже здесь в ситуации именно в школе, тоже с деньгами, да. И у Маруси вопрос как бы стоит, что взять с собой? Наличные деньги, которые она собрала, да, собрали одноклассники, либо все-таки взять банковскую карту. И вот здесь ребенку нужно принять решение, почему, да, рациональнее пользоваться наличными деньгами. То есть она решила все-таки взять наличные. Почему она так поступила? И здесь есть альтернативные, да, как бы варианты. И нужно выбрать все возможные правильные варианты. Вот как вы думаете, какие варианты здесь правильные? Можете циферками обозначить в чате. Подумайте. То есть использовать банковскую карту можно совершить незапланированную покупку. Банковскую карту можно потерять. У детей могут не принять банковскую карту или в магазине может не оказаться платежного терминала. Так, 1, 2, 5, 1, 3, 5, 2, 5. Ну, сразу подсказываю. Ну да, можно и наличкой многое купить. Не нужно. Но если наличку взяли только ту, которую сдали, да, можно, конечно, и так рассуждать. То есть смотрите, у наших школьников вот именно в обследованиях, в мониторинге финансовой грамотности вот это слабое звено, что они не всегда могут правильно рассуждать. Ну и вот как бы решение, когда вот такие простые ситуации, казалось бы. Давайте я показываю ответы. То есть 1, 3, 5. Кто здесь у нас отвечал? Давайте вернемся. 1, 3, 5. То есть используя банковскую карту можно совершить незапланированную покупку. Ну, конечно, здесь спорный ответ. Если здесь просто, безусловно, вот без всяких как бы других, да, то есть если на банковской карте у нас больше денег, и мы не, ну, как бы спонтанно можем, да, купить какие-то лишние. Я согласна, что если мы возьмем в кошельке больше денег, то мы тоже можем их потратить. Вот, ну, спорный вопрос, ну, вот как бы разработчики, эксперты все-таки ставят его как правильный ответ. Третий, да, используя банковскую карту, можно купить более дорогие ленты и бумагу и потратить больше. Ну, то есть вот как бы на то, что больше. Ну и последнее, как бы, что в магазине может не оказаться платежного терминала, без которого карта не работает. Бывает и такое. И еще один, четвертый, да, вот каждому заданию четыре ситуации. Запись вебинара, да, всегда доступна на канале Директ Академия. Татьяна Викторовна вам потом расскажет. Там есть раздел записи вебинара, вы можете пройти там. Сейчас удобно сформировали по месяцам даже записи, поэтому запись будет доступна в бесплатной форме, в свободном доступе. Итак, Марусе, да, стало интересно наблюдать, как люди расплачиваются за свои покупки. Она научилась различать оплату наличными и безналичными. Ну, тут я вот картинки перерисовала, да, то есть здесь уже самое простое, то есть просто разобраться, где используются наличные деньги, а где используются безналичные деньги. Я думаю, что здесь у вас затруднение не вызовет. И ответы здесь вот такие, да, то есть там, где рубли 50 копеек и покупатель протягивает деньги, это, конечно, наличные. Там, где банковская карта, это безналичные платежи. Чек, это тоже безналичные платежи. Ну и монеты, это тоже наличные платежи. Вот на примере, вот по такому примеру составлены все задания, да, только на разные темы и различные ситуации. Все эти задания вы можете скачать по ссылке, вот там, где скрин, я института развития образования. А я вас хочу направить еще на один проект по обучению учителей финансовой грамотности. Это курс тоже абсолютно бесплатный. Здесь, ну, как бы функциональная в целом грамотность, да, то есть компетенция учителя по формированию функциональной грамотности учеников. То есть вы пройдете тест, и результат тестирования вам высветится по всем направлениям функциональной грамотности, где у вас есть пробелы. И вы можете на сайте, это сайт Яндекс.Учебника, да, то есть я учитель проекта у них там есть, и там есть курс по финансовой грамотности, функциональной финансовой грамотности для начальной школы отдельно и для средней школы. Ну, сразу скажу, курс не очень легкий, то есть там несколько часов видео по разным разделам с тестированием. Прямо тестирование тоже непростое. Ну, вот я как бы проходила курс, сразу говорю, что вот это тестирование, вы как бы потратите там 46 вопросов, это нужно сесть и в спокойном режиме попытаться протестироваться. Вообще этот марафон функциональной финансовой грамотности проходил на Яндекс.Учебнике, ну, сейчас завершается он, он проходил с осени, с октября, кажется, прошлого года, по, ну, не буду сейчас вас вводить в заблуждение, вот по начало этого года, точно по февраль, кажется. Но доступны и курсы, и тестирование, я сегодня проверяла, все работает, можете пройти. И вот здесь вы сразу увидите, как бы и рекомендации, да, вот там, где тестирование пройдете, по этой ссылочке, после результата тестирования вы можете выгрузить сертификат о том, что вы прошли тестирование по функциональной грамотности, по обучению очень функциональной грамотности. А в результатах тестирования вам выдаст результат, ну, где у вас пробелы, а где, наоборот, возможно, вы все знаете. А теперь учителя, да, я как бы вот с точки зрения учителей сейчас рассмотрела, почему? Ну, потому что функциональная финансовая грамотность с точки зрения учителей подпадает под мониторинг, да, качество образования именно по программе международного исследования ПИЗа. И в 2021 году тоже намечены, как бы, исследования. Но вот этот центр, вернемся еще раз на минуточку, сейчас, вот этот проект и вот здесь, да, институт стратегии развития образования и отдел именно качества образования, он именно направлен в помощь учителям. То есть, знакомьтесь, изучайте сайт. И там еще есть разделы, посмотрите о проекте, демонстрационные материалы есть, а есть раздел конференций. И вот на этом сайте есть раздел методистов, сообщество методистов по функциональной грамотности. Можете, я думаю, там тоже зарегистрироваться. А мы немножко поговорим с воспитателями, потому что, ну, в таком прямом смысле функциональная грамотность, особенно функциональная финансовая грамотность, она не прописана, вот прям в буквальном смысле. Но, смотрите, когда я говорю о ВГОСе, то есть мы с вами знакомимся с ГОСом дошкольного образования, сейчас я немножко пролюсну, то у нас образовательные, вспоминайте, да, образовательные области в дошкольном учреждении прописаны вот по этим направлениям. То есть практически как бы тоже метапредметное, да, то есть межпредметное комплексное образование. Так что у нас по времени. И возвращаясь к методическим рекомендациям, обратите внимание, вот вы по ссылочке можете зайти в эти рекомендации и увидеть. Я взяла таблички оттуда из методических рекомендаций, что прописан перечень базовых финансово-экономических понятий для дошкольников. И обратите внимание, как он прописан. Он прописан тоже с точки зрения именно функциональной грамотности. То есть понимание ребенка, да, не просто знание, что там, что такое труд, работа, профессия, а именно понимание, что труд – это хорошо, что сидеть без дела – плохо. Ну вот обратите внимание, здесь все расписано. А дальше знакомство с деньгами, да, то есть опять-таки понимание, что труд приносит доход, что заработать деньги можно только трудом, что деньги являются мерой стоимости. и так далее. Вот смотрите, это дошкольники 5-6 лет. Это вот основные понятия. И уже здесь достаточно сложное понимание, то есть цепочка продажи, товар, цена, покупка. И так, что у нас здесь еще? Разница между введением личного и семейного бюджета, уже даже основы. А дальше я перехожу к 6-7 лет, да, то есть то, о чем мы говорим в старшей подготовительной, да, уже группе. Смотрите, план, экономия. То есть ребенок должен понять, что к деньгам нужно обращаться бережно. И самое главное, да, вот эти, ну вот не знаю, почему в 6-7 лет я бы потребность, капризы, там желания, возможности чуть-чуть пораньше как бы включила. Особенно вот капризы, желания, да, то есть различать разницу. И буквально вчера интересный такой лэпбук увидела, где в одной стороне лэпбука кармашки с желаниями, да, а в другой стороне с потребностями и картинки. Ну, то есть можно как бы такую игру уже на умение различать ребенком желания, потребности, да, то есть действительно ли эта вещь нужна, либо это просто сиюминутное какое-то желание. А дальше вот здесь уже знакомятся с предприятиями. Я думаю, что у многих, я просто по практике воспитателей изучаю практику различных регионов, я вижу, что сейчас в старших группах есть и экскурсии на предприятие, ну, даже если нет возможности куда-то повезти на предприятие, то внутри садика даже знакомят там с кухней, да, то есть производство как бы пищеблог, с бухгалтерией, ну и так далее. То есть кроме этого, вот смотрите, подарок реклама, да, ребенок должен уже понимать, что реклама на него оказывает влияние, и какое влияние она может оказать именно со стороны траты денег, ну и так далее. То есть вот с этой позиции воспитатель тоже поставлен как бы... Так, что у меня тут? Я один слайд не добавила, но заходите в группу, да, добавлю. Воспитатель, хотела примеры именно мероприятий, поставлен в позицию того, что он тоже должен обучать, не просто развлекать ребенка, да, а обучать ребенка функциональной грамотности. То есть чтобы... Ух ты, отлично, заходите к нам в группу, делитесь вашим опытом, Розана. То есть воспитатель обучает, он не просто дает знания, он дает понимание. Ну, например, давайте попробуем с позиции там, ну, я не знаю, магазина товаров, да. Если мы просто познакомим ребенка, что есть вот такие вот виды магазинов, там, киоски, ларьки, такие-то товары по таким-то ценам, это будет просто знание, это не будет функциональная грамотность. А если мы, ну, не знаю, устроим такую игру, где разделим детей там на две группы, и, ну, я не знаю, какой-нибудь там день рождения у какого-то героя, у куклы там и так далее, и нужно купить определенный набор товаров, да, по определенным ценам, причем можно сделать два магазина, и чтобы дети выбирали. То есть тогда мы уже обучаем чему? Функциональной грамотности. То есть ребенок помещается в реальную ситуацию жизни, когда ему нужно сделать выбор. У него ограничен бюджет, ну, это командами можно, да, в реальности там ребенок может один принимать решение, отлично. Тут у нас уже вообще педагоги с огромным опытом. Ирина, да, спасибо, что делитесь. Мини-музей тоже интересно. И экспонат. Ну, вот лэкбуки, я знаю, что очень распространены в детских садах. Я просто помню по группе дочки, у них очень красиво всегда были оформлены тематические лэкбуки, но по финграмотности у них, кстати, не было. Это направление, но надеюсь, что тоже их садик тоже подключается к этой программе. Ну, то есть смотрите, когда воспитатель пытается при помощи, ну, таких вот игровых ситуаций, когда мы говорим там о ярмарке, магазинах, либо, например, просто о профессии, да, то есть игра в профессии, и привязывать эти профессии уже не просто там повар, а что делает повар, да, то есть, ну, как бы сопоставлять, чтобы ребенок выбирал, сопоставлял, допустим, хлеб печет кто? Повар, пекарь или, ну, я не знаю, там, строитель. Ну, то есть вот когда придумываем вот с этой позиции игры, с позиции вовлечения детей в какие-то реальные ситуации, и когда мы их пытаемся научить, да, принимать решения, выбирать между различными вариантами, вот это уже позиция именно функциональной грамотности, вовлечения именно, как бы, в, ну, скажем, развитие когнитивных, да, способностей, то есть, ну, вот, как бы, с точки зрения уже психологии и так далее. И поверьте, что нам не надо, да, с нуля что-то придумывать. У вас у всех уже, вот вы делитесь даже в чатах, у всех огромный опыт накоплен. Просто нужно немножко, может быть, интерпретировать с другой позиции, с точки зрения именно использования этих знаний. Да, вот уже банкоматы есть. Но я знаю, в регионах очень огромные программы, особенно вот эти 9 пилотных регионов, которые с 2011 года в программе развития финансовой грамотности очень огромный опыт накоплен. И огромный опыт различных программ. Вот на следующем вебинаре, приходите, мы будем делать обзоры учебно-методических рекомендаций, вообще, какие программы есть, какие учебно-методические рекомендации. Ну, вот я такую тематику обозначила. То есть более подробно уже опыт учебно-методического обеспечения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Будем всем рады! Вот я вам сбрасываю еще ВКонтакте и в Фейсбуке. Так, сейчас, секундочку. Все у меня повыбрасывала. Так, и в Фейсбуке сейчас ссылочку вам сразу сброшу. Если какие-то вопросы, я всегда рада, всегда на связи, всегда мы с вами обсуждаем. Это я просто привела пример нашей копилки на подлет-доске. Заходите в группу, она там в свободном доступе есть. Благодарю всех за внимание. Если есть вопросы, готова ответить. Есть вопросы? Вам тоже большое спасибо. Была рада с вами пообщаться сегодня. Ну, в таком вот более лекционном формате, потому что информации очень много. Проект «Путешествие в страну денег». Ой, молодцы! Ну, то есть у меня здесь уже опытные воспитатели, педагоги сегодня присутствовали. Рада была со всеми пообщаться. Всем здоровья, финансового благополучия и до встречи на следующих вебинарах. Если вопросы появятся, ну, присоединяйтесь к нашей группе. Будем обсуждать. Все, всем всего доброго. До свидания.